Всем добрый день, всем привет. Сегодня мы поговорим о двух очень интересных секторах, почему эти сектора на самом деле будут очень сильно страдать. Первый сектор это банковский сектор и второй сектор это сектор авиалинии. Давайте сначала поговорим о банковском секторе. Почему? Дело в том, что если вы видели мои включения, приблизительно две недели назад я сказал, что банковский сектор будет иметь большие проблемы. Давайте сегодня более глубже поговорим и о банковском секторе и о авиалиниях. Дело в том, что банковский сектор он состоит из трех составляющих, то есть как банки зарабатывают деньги, на чем банки по-простому зарабатывают деньги, на чем банки собирают деньги. Банки зарабатывают деньги на трех источниках. Три источника предельно простые. Это Первое, одалживание денег крупным бизнесам Просто так банки никому деньги не одалживают Они одалживают в основном деньги, если либо это хороший бизнес и он зарабатывает деньги Либо если у этого бизнеса есть хороший директор со своей какой-то кредитной историей И они по-простому могут заработать какие-то деньги на этом Банки просто так никому не одолжат деньги, вы прекрасно об этом знаете Вот эти все сказки про то, что там банки направо и налево одалживают малым бизнесом Это ерунда И сейчас вот эта ситуация с пандемией, она показала на самом деле, что банки не готовы одалживать деньги бизнесам, потому что они не знают, смогут ли те вообще вернуть эти деньги. Что происходит с банковским сектором? Как я уже сказал, три составляющие банковского сектора, на которых банковские сектора, банки зарабатывают деньги. Первое, как я уже сказал, это одалживание денег крупным корпорациям, они банки все время финансируют крупные корпорации, чтобы те не вытягивали деньги из бизнеса. Второе, это, как ни странно, это пользование клиентскими деньгами, то есть банки зарабатывают деньги на клиентских деньгах, естественно клиенту там дают очень маленькую разницу. Банки имеют право участвовать и в торгах на рынке, определенные инструменты у них есть, которые они имеют права или не имеют права брать. И третье, это самое распространенное, это ипотека частным лицам. На самом деле на ипотеке банки зарабатывают очень много денег. Итак, почему пострадает банковский сектор? Потом я вам покажу несколько акций из банковского сектора и покажу, что там ничего по-простому хорошего пока не будет. Итак, почему банковский сектор пострадает? Банковский сектор пострадает по трем причинам. Первая причина. У людей будет становиться меньше денег и люди будут забирать свои деньги потихонечку с банковских счетов. Так как будет большая безработица, то где-то надо брать эти деньги для того, чтобы пополнять свои архивные сбережения в банках. И, естественно, денежная масса будет гораздо меньше. Второе. Дело в том, что крупные компании на сегодняшний день имеют очень большую проблему. А именно, даже мелкие компании. Никто не знает, сколько будет выход из кризиса. Никто не знает, как долго он продлится. И самое главное, никто не знает, какие будут потери. И я думаю, что в банках тоже сидят идиоты. Есть так называемая группа банковские риски, рисковики, которые по-простому стараются все эти вещи просчитать. Поэтому банковский сектор на самом деле будет побит очень сильно. Я думаю, что мы получим огромное количество задолженностей по ипотечным кредитам. Огромное. То есть уже сейчас безработица достигает приблизительно где-то 15% всего рабочего населения. То есть рабочее население в Америке это порядка 140 миллионов человек. На сегодняшний день уже приблизительно где-то 20 миллионов, даже больше уже безработных. То есть только последние обращения были 10 миллионов, но я думаю, что безработица приблизительно по 20 миллионов почти человек. То есть что это значит? Это значит, что все эти простые люди, которые, например, берут ипотеку для того, чтобы купить себе какое-то жилье, они будут иметь очень большие проблемы и кредиты они отдавать не смогут. Сегодня губернатор, давайте возьмем штат Нью-Йорк, я о штате Нью-Йорк знаю все, так как я в нем живу. Губернатор штата Нью-Йорк пытается, пока что это не прошло, он пытается, он не может приказать банкам, потому что это не государственные структуры, но пытается надавить на крупные банки для того, чтобы банки дали всем отсрочку на 3 месяца. Что значит отсрочку на 3 месяца? Очень важный фактор, послушайте внимательно. Это значит, что не просто через 3 месяца вы обязаны отдать за 3 месяца, нет. Отсрочка имеется в виду, если, например, вам осталось платить за дом 10 лет, а самая распространенная ипотека в Америке это 30 лет, следующая ипотека 15 лет, потом есть 7, 5, 3 и 1. То есть очень редко делают так называемую кастомизированную ипотеку на 10 лет, на 12 лет. Обычно ипотека идет 30 лет, 15 лет, потом идет 7, 5, 3 и 1. Там уже ARM, так называемая, да, из фиксированных рейтов, фиксированная ипотека, это 30 лет и 15 лет. То есть практически все берут ипотеку на 30 лет, представьте себе, у вас остается 10 лет, вам говорят, ты 3 месяца не плати, а 3 месяца заплатишь потом в самом конце. То есть у тебя будет там не 10 лет, а 10 лет и 3 месяца, но 3 месяца мы тебе дадим возможность. Вопрос один, что изменится за 3 месяца, это скорее всего ничего. Если ты безработный и у тебя нет рабочих мест, то скорее всего ничего не изменится. Дальше, на таком рынке, на таком рынке не так легко зарабатывать, поэтому я думаю, что банки не будут брать такие риски, потому что риски колоссальные. Дальше, банки 100% не будут финансировать обычные предприятия, любые, например, такие как авиалиния, потому что им будет помогать государство. И скажу честно, если бы вы были банкиром, я уверен, что вы бы не полезли вообще финансировать банки. Вернее, финансировать крупные корпорации, потому что никто не знает, когда они начнут зарабатывать деньги, и смогут ли они вообще зарабатывать деньги и отдавать долги. Поэтому банки будут иметь проблемы, банки перестанут зарабатывать деньги. Сейчас произошла другая проблема. Сейчас произошла другая проблема. Проблема произошла в следующем. То, что банки сказали, что они очень обижены. То, что государство стало помогать маленьким бизнесам, они помогают им. В банках достаточно денег. Единственное, что государство хочет, чтобы банки увеличили количество денег, которое есть, а банк обязан иметь своих собственных денег энное количество процентов. На следующий день это 10 процентов. Для того, чтобы если вдруг что-то случится, чтобы они имели деньги, вытащить и заплатить. То есть, это проблема, которую будет иметь банковский сектор. Давайте я вам покажу несколько акций из банковского сектора и покажу вам, что это единственные акции, которые WFC. Компания называется Wellsargo. Посмотрите вообще. Никаких отскоков. Был первый отскок, второго отскока никакого нет. Абсолютно. Смотрите. Видите? То есть, WFC никакого абсолютно отскока нет. Он абсолютно не отскакивает. И даже, скажу больше, видите, пытается идти вниз. Ниже 26 долларов. Это будет очень хороший шорт для того, чтобы шортить WFC. WFC это Wellsargo. Следующая акция это C. Citigroup. То же самое. Видите? Чуть-чуть получше, но все равно. Ниже 40 долларов. Думаю, что будет падение. Я думаю, что все эти банки будут иметь очень большие проблемы. И следующий еще один банк TD. Торонто Доминион Банк. Очень известный банк TD. Видите? Он тоже смотрится очень плохо. Сегодня был первый день, когда Fitch, да, у нас есть три самых крупных агентства. Это S&P, это Moody's и это Fitch. Сегодня Fitch одно из агентств понизил рейтинги банков и сказал, что у банков будут очень большие проблемы, с чем я согласен. Следующая ситуация. Авиалинии. Авиалинии уже запросили. Уже запросили. 350 миллиардов долларов сказали, что будет убыток. Я думаю, что убыток будет гораздо больше, потому что они даже не понимают, что люди, когда выйдут из кризиса, да, люди не будут сразу садиться в самолет и лететь. Это 200%. Вот это основная проблема. Поэтому я думаю, что немножко вот эти аналитики, которые занимаются сектором авиалиний, я думаю, что они даже не понимают, что они говорят и проблемы с авиалиниями будут больше, чем положено. Никто сейчас не смотрит на то, что дешевая нефть, потому что нефть может стоить ноль. Если самолет не летит, то авиакомпании абсолютно насрает, сколько стоит нефть. Но что плохого в авиалиниях? Первое. Обслуживание самолетов. Второе. Обслуживание аэропортов. Вот это основные проблемы. Почему? Потому что авиалинии всегда платят за стоянку, за стоянку, за обслуживание, технический состав. И самое главное у авиалинии, самая большая проблема, самый большой расход, это лизинг. А лизинг платить надо. А лизует кто? Лизует лизинговые компании, то есть банки. То есть у нас такая есть цепочка, которая показывает о том, что если лизинговые компании перестанут получать деньги, значит банки будут иметь проблемы. Вот эта цепочка, которая у нас получается. Лизинг платить надо. Банки не могут. Почему? Потому что банки что делают? Банки выкупают. Что такое лизинговые компании? Компании, у которых много денег. Они выкупают эти самолеты, например, у того же Боинга или Эрбаса. Потом их передают в лизинг, то есть лизинговые компании. Они их передают дальше компаниям, ну авиалиниям. У нас несколько дней назад, у нас есть так называемый проканал. Я не знаю, или кто-то видел наш проканал. У нас в проканале была как раз акция AL. Сейчас покажу ее. Вот она. Акция AL. Видите? Она была вчера дана. Эта акция как раз занимается тем, что она занимается лизингом самолетов и лизингуют самолеты авиакомпаниям. То есть вот это основная проблема. Я думаю, что эта проблема будет очень жесткой. И сейчас я вам покажу несколько авиалиний, которые, я думаю, очень сильно побьют. Это Delta Airline, символ DAL. Следующая акция это AAL, American Airline. Видите? Эти бумаги вообще не отскакивают и идут к лоям дальше. Никого никто не блокирует. Я не знаю, кто не видит. Я вообще, вот мои руки. Смотрите внимательно. Кто-то говорит, что кто-то не видит трансляцию. Вот мои руки, я никого не блокирую. Я вообще выключил полностью все комменты. То есть вот две авиалинии, которых я показал. Это AAL и Delta Airline. Я думаю, что эти компании будут иметь очень большие проблемы. Они очень крупные. Мы еще не знаем скоро, когда полетят самолеты. Поэтому у этих компаний будут очень большие проблемы. То есть видите, здесь все очень взаимосвязано. Банки будут иметь проблемы. Потому что они уже очень многим отложили деньги и непонятно, когда им отдадут. А обязательно кто у кого бизнеса есть, вы знаете, есть такое понятие, которое называется оборотка. То есть вам нужны оборотные средства. Если у вас нет оборотных средств, у вас будут очень большие проблемы. Поэтому я думаю, что авиалинии и банки будут иметь очень большие проблемы. WFC, Citigroup, JP Morgan в меньшей степени, хотя его тоже no-grated, потому что JP Morgan это так называемый investment bank. Они занимаются инвестициями и банкингом. Я говорю о традиционном банкинге, как я уже сказал, это Wells Fargo. Wells Fargo вообще на самом деле очень брод банк, он занимается, огромный банк, который занимается именно ипотекой. Это один из самых крупных ипотечных институтов в Америке, который занимается ипотечным кредитованием. И у них будут очень большие проблемы. Выйдут они с бизнеса, но конечно нет. У этих денег у них море, они десятками лет зарабатывали деньги. Даже кризис 2008 года их не подкосил, они все равно зарабатывали деньги. Но были даже downgrade или инвестиционные банки, такие как Goldman Sachs, Morgan Stanley. И они будут иметь, все будут иметь проблемы. Дальше третье, это люди будут забирать средства из банков по одной простой причине, потому что людям надо просто на что-то жить. Это обыкновенная простая логика. Ну по банкам и по авиалиниям я закончил. Теперь самое главное. Смотрите внимательно. По поводу трейдинга и всего остального. Первое. Значит последнее время люди начинают писать. Знаете, мне огромное количество писем приходит. А мир сошел с ума. И что дальше будет? Ребята, миру на вас насрать. Приготовьтесь к тому, что миру на вас насрать. Мир вам ничего не должен. Так же самое, как вам не должна страна. Мне тоже очень неприятно, когда я плачу колоссальные налоги. Да, там больше 40%. А государству насрать. В прямом смысле слова. И все об этом знают. В любой стране. Почему? Потому что задача государства это спасать всех остальных. У кого есть деньги, те сами, как говорится, вылезут. Государство будет спасать тех, у кого денег нет. Тут ничего не сделаешь. Это происходит в любой стране мира. И, к сожалению, будет огромное количество банкротств. Банки останутся с очень плохими кредитами. Банки останутся с кредитами по ипотеке. И я думаю, что аукционы, так называемые банковские аукционы будут переполнены. То есть, те, у кого есть деньги, те будут короли. И теперь очень интересные вещи по поводу того, кто хочет преуспеть. Неважно, это трейдинг или что-то другое. Я начну со слов. Я хотел поставить звук, почему-то у меня колонка не сработала. Я хотел бы поставить звук, очень интересный. Кто смотрел кино, о чем говорят мужчины, вторая часть. Там есть монолог Камиля. Монолог Камиля очень интересный. Он говорит одну вещь, очень интересную. Пересмотрите, он называется монолог Камиля. Сейчас я скажу, как он называется. Сейчас, одну секунду. Я специально открыл это видео. Оно называется мотивация. Мотивация отрывок из фильма, о чем говорят мужчины. Так вот, Камиль говорит одну вещь. Я 20 лет назад зарабатывал в пересчете столько, сколько я зарабатываю сейчас. То есть, я оказался каким-то середнячком. Что неплохо. А что его друзья спрашивают? Ну, а как ты думаешь, почему ты не состоялся? Знаете, он отвечает один вопрос. А потому что я никогда ничего сильно не хотел. И там такая аналогия проводится между им и Славиком, который любит женщин. Он говорит, ну вот, например, я ничего никогда не хотел, как Славик хочет женщин. И все говорят, ну никто не хочет женщин, как Славик. И там идет такой монолог дальше. Он говорит, я никогда ничего сильно не хотел. Меня устраивает моя жизнь. То есть, я не хотел выходить из зоны комфорта. Так вот, все, о чем я вам хочу сказать. Очень важный фактор. Первое. Все, что вы должны себе сказать, если вы хотите состояться в трейдинге. Вы должны себе сказать одну фразу. Она состоит из двух слов. Я всех своих трейдеров, которые у меня работали в тульском офисе, заставил написать себе на бумаге. Фраза предельно простая. Всерьез и надолго. Не здесь и сейчас. И много, и сразу. А всерьез и надолго. Если вы будете с таким подходом подходить ко всему, что вы строите, то есть созидать. А вы строите бизнес или созидаете свое начало. То у вас не будет никогда проблем. Первое. Всерьез и надолго. Второе. Не при женщинах будет сказано. Либо въебывай, либо уъебывай. Это очень тяжелый кусок хлеба. Здесь надо учиться и учиться тяжело. Ни к чему хорошему, ни к чему хорошему. Это не приведет. Если вы не будете учиться. Учиться надо. Если есть деньги, учитесь у учителя. Если денег нет, учите сами. Но надо сидеть с бумажкой. Я даже элементарно. Видите, когда к кефиру готовлюсь, я всегда все делаю. Кто смотрит у нас телеканал. Ну, телеканал уже. Наверное, точный телеканал будет. У нас телеграм-канал ПРО. В телеграм-канале ПРО я публикую либо рекомендации, либо рассказываю о определенных бумагах. Самое главное, надо учиться. И вот то, что учили в Советском Союзе, в Советском Союзе учили правильно учиться. Большинство из вас, особенно молодое поколение, никого не хочу обидеть. Вы не умеете учиться. То есть, что у вас происходит? Вы учиться не умеете. В прямом смысле слова. Нет, ну это немножко другое. Это другой момент по поводу быть счастливым или быть несчастливым. Там немножко другое. Это счастье воспринимается, счастье перестало восприниматься как подарок. У вас так, колесо пробили, пять дней сидите, плачете, какая-то хорошая, забыли. Так устроен человек. Но мы об этом не говорим. Либо въебывай, либо уъебывай. Всерьез и надолго. И очень важный фактор, очень важный фактор. Это самый важный фактор. То, что сказал Уоррен Баффер. Учение муж, Служение муж не терпит суеты. Все должно быть медленно и спокойно. Служение муж, Служение муж не терпит суеты. Все, всем хорошего дня. Это то, что я вам хотел сказать. Всем удачи. Меньше думайте, больше делайте. Кризис это возможность. Кризис это возможность. Это самое главное. Это возможность вам что-то новое выстроить, заработать деньги, что-то новое построить, созидать. Или будете сидеть просто на жопе и наседать себе геморрой и наедать бока. С кем я не разговариваю, мне все говорят, ой, слушай, сейчас вот этот карантин. Я тут сижу, я там на 7 килограмм поправился, на 12 килограмм поправился. У меня вот такая вот жопа и все остальное. Ребята, я на карантине похудел. Может это и есть для вас возможность сделать то, что вы никогда не делали. Вот в прямом смысле слова. Я не терплю вот это сопряжуйство. Я никогда сопряжуем не был. Я приехал в Америку, 37 долларов в кармане. Ни папы, ни мамы, никого не было. Кому я нахер нужен был? Так и жизнь. Она вам ничего не должна, жизнь. Вы родились на свет, вас родители сделали, и родители вам ничего не должны. Не надо думать, что вам кто-то что-то должен. Никто никому ничего не должен. Я же вам читал очень интересное письмо Бенджамена, я забыл, как его Бенджамена Мурзова. Когда он дочке написал, тебе никто ничего не должен. Так и вам никто ничего не должен. Теперь по поводу СНП. Я вчера разговаривал с Луис Барселина. Да, я его очень люблю, уважаю как трейдера. У нас на канале, на YouTube канале есть интервью очень интересное. Так вот, когда я разговаривал с Барселином, в ноябре месяце, когда я брал у него интервью, сори, в сентябре месяце он ко мне приезжал, и я брал у него интервью. Мы говорили о том, что у него была такая очень интересная история, что много лет назад каждый день ему приходил заказ на покупку 5000 контрактов СНП. Тогда это огромные деньги, вы можете взять 5000 и умножить на 125 тысяч, 100 тысяч, по-моему, стоит контракт СНП в чистом виде, и посчитаете сумму. Это, по-моему, 5 миллиардов долларов. Каждый день он говорит, мне приходила заявка на покупку вот этого. Я никогда не знал, почему, мне говорили, купи 5000 под конец, под закрытый, купи там себе 500, да, для себя. И потом он говорит, я через много лет с этим человеком говорил, оказывается, был один пенсионный фонд, который там каждый день считал какую-то среднюю и покупал такое количество. Я вчера позвонил ему, говорю, Луис, объясни мне такую вещь, вот почему один день инструмент, вернее СНП идет вниз, и тут же на следующий день все покупается, при том со стопами. Он говорит, Алекс, он мне, кстати, один из немногих американцев, он мне Саша называет. Они говорят, Саша, Саша. И он мне говорит, Саша, послушай внимательно, это 100% ситуация такая, когда по-простому выкупается рынок, для того, чтобы рынок не пошел. То же самое происходит на территории Российской Федерации. Это абсолютно нормальное явление, когда государство пытается поддержать рынок. Почему? Потому что если еще рынок будет в жопе, рынок ценных бумаг, то, по сути дела, люди очень сильно будут переживать. В Америке 80% людей в той или иной степени участвуют в брокерских операциях. Это абсолютно нормальное явление. То есть 80% американцев участвуют в покупке или продаже акций. Большое количество этих клиентов, они зарабатывают деньги на том, что они кладут деньги в пенсионный фонд. Дело в том, что большое количество американских крупных компаний, они на чем зарабатывают деньги? Им компания практически всегда дает доллар за доллар или иногда даже доллар 50 или 2 доллара. Что это значит? Если вы кладете в пенсионный фонд доллар, то компания, в которой вы работаете, дает вам, например, акции на доллар 50 или дает вам дисконты. Вот когда вы выходите на пенсию, очень большого количества пенсионеров и собирается вот эта сумма огромная, которая дает им возможность на этом жить. Недавно была очень печальная история о человеке, который всю жизнь работал в General Electric, всю жизнь инвестировал туда. Он насобирал 750 тысяч, огромная цифра для простого пенсионера и получал какое-то количество дивидендов. То есть у него была зарплата и он получал там энное количество денег в виде дивидендов. А потом General Electric упал с 14 до 7 и компания перестала платить дивиденды и у этого человека ничего не осталось. У него просто там 750 тысяч осталось 200 тысяч долларов или 150 тысяч долларов и дивиденды полностью упали. И такое сейчас будет сплошь и рядом. Уже большое количество компаний говорит о том, что они перестанут платить дивиденды и из-за этого будут проблемы. Поэтому, дорогие друзья, готовьте заранее, а не тогда, знаете, когда пришла беда, открывай ворота. Ну, надо быть готовым. Пришла беда, вы должны быть готовыми. И вы должны уже готовиться, если вы в каком-то секторе, где вы понимаете, например, обслуживание клиентов или еще что-то, где будут очень большие просадки, вы должны уже что-то предпринимать. Вы должны уже что-то предпринимать. Я понимаю прекрасно, что это может затянуться на полгода, на год. Но что-то надо делать. Надо уходить онлайн, надо что-то придумывать. Люди будут все покупать онлайн. Вот сегодня я показывал, у нас сейчас идет неделя реальных торгов. Я сегодня показывал акцию, которая упала, FoodLacker. И я объяснил, почему она упадет. Сымбол у FoodLacker, она, кстати, была у нас сегодня на домашнем задании, FL. Я вот показал сегодня, вот она FL. Я сказал, по акции FL ее надо продавать, она с утра открылась и пошла вниз. Почему, например, FoodLacker пойдет вниз? Это компания, которая занимается ритейлом. Это компания, которая занимается ритейлом. Каким ритейлом? Магазины. То есть они продают дорогие кроссовки. 100, 150, 200 долларов. Вы должны понимать, что сейчас люди будут покупать New Balance за 35 долларов. Там Levi's за 30 долларов. Там Nike простые за 30-40 долларов. Или там Adidas за 30-40 долларов. Они не будут идти покупать кроссовки по 150, по 200 долларов, как все продают. Основная проблема заключается в том, что они большие ритейлеры. Они практически не находятся онлайн. И компании, которые не находятся онлайн, будут иметь очень большие проблемы. Всем хорошего дня. Подписывайтесь на мой телеграм. У меня есть два телеграма. Один телеграм бесплатный, один телеграм платный. Просто копейки, меньше, чем чашка кофе в день. Каждый день даю рекомендации живые по Форексу, по акциям. Заходите на Gerchik.ru. У тех, у кого есть вопросы по поводу торговли, пожалуйста, заходите на Gerchik.inco. Это мой брокер. И можете спокойно через нас торговать. 270 инструментов. Любые вопросы, какие есть, пишите в поддержку Gerchik.inco или Gerchik.ru. Всем хорошего дня. Всем удачи. Учитесь, потому что сейчас время учиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова